Всем привет! Меня зовут Василий, я технический специалист компании Второй Паспорт. Сегодня мы с вами поговорим об оформлении туристической визы в Грецию. Сейчас в это тяжелое время, в пандемию, остаются все-таки страны, которые позволяют открывать туризм, туристические визы, и Греция как раз является такой страной. Давайте начнем по порядку. Какие нам нужны для этого документы, чтобы мы их подали на визу? Документы от вас. Первое, заграничный паспорт, который действует не менее трех месяцев еще после вашей поездки, когда вы возвращаетесь, плюс копии предыдущих виз, если они у вас были за три года последних. Второй документ, справка с работы. По справке с работы это справка от работодателя, в которой указаны все реквизиты компании. Печать, подпись работодателя, то есть руководителя либо зама, либо бухгалтера. В самой справке в тексте обязательно должна быть указана ваша зарплата, в какой должности вы работаете и с какой датой, по какое время. Ну естественно по настоящее время. Далее, это справка из банка. Справка из банка значит на счету нужно показывать не менее 1000 евро, но из расчета на неделю примерно поездки. 1000 евро будет достаточно. Копия страниц российского паспорта. Обязательно где есть отметки хоть какие-нибудь копии страниц российского паспорта. Две фотографии, три с половиной на четыре с половиной цветные на белом фоне. Ну на шенген просто можете сказать. Вам их сделают в любом ателье. Что касается документов, которые мы готовим для вас. В первую очередь мы готовим для вас анкету. Она будет заполнена по всем стандартам правильным образом. То есть информация там будет отображена так как именно требует того посольства Греции. Там есть свои нюансы, чтобы так скажем информация была достоверной и правильной. Второй документ от нас это страховка медицинская, которая покрывает ваше так скажем путешествие. Она нужна для подачи. Если саму страховку не обязательно вам делать для вылета, то есть для подачи страховка нужна. Мы ее также вам оформляем. Обязательно сейчас условия у греков, чтобы авиабилет и бронирование отеля были забронированы, даже не тоже забронированы, сейчас объясню подробнее, с 15 декабря. То есть сейчас если условно подавать документы на визу, авиабилет и отель должны быть с 15 декабря, потому что у них сейчас временная так скажем изоляция. Это информация с посольства. Если билеты и отель будут раньше чем 15 декабря, сразу будет отказ. Поэтому здесь особое внимание нужно уделить. Также внимание нужно обратить на бронеавиабилеты. Сейчас обычные бронеавиабилеты не подойдут. Почему? По информации нашей сейчас. Греция, можно сказать, немножко обиделась на наших туристов, потому что поток туристов в основном сейчас идет на Грецию. Все открывают туристическую визу у греков, но к ним никто не едет. И они сделали очень хитро, что теперь нужно будет показывать полностью выкупленный авиабилет, либо бронирование такого типа, чтобы оно в системе было как выкупленный авиабилет. Такие билеты не совсем просто сделать, но мы вам в этом поможем. У нас есть, так скажем, понимание, как сделать именно такие бронирования, как обойти полностью купленный билет. Потому что, еще раз говорю, полностью купленный билет нет смысла покупать. Ну потому что никто не знает, что будет условно завтра. Мы собрались визу делать, в поездку, а там, не дай бог, еще одна изоляция. Поэтому в полностью выкупленном билете смысла нет, но грекам нужно. То есть, такой парадокс. И наша компания как раз занимается оформлением таких билетов, которые в системе будут висеть как полностью оплаченные. Это что касается авиабилета. Отель не обязательно полностью выкупать. Мы также предоставляем бронирование отеля и, ну как бы, помогаем с покупкой, да, так скажем, самого отеля. То есть, для подачи необходимо хотя бы бронь. А уже, когда вы полетите, так скажем, в Грецию, уже, если вам понадобится с помощью реального отеля, также мы вам поможем. Значит, анкета, страховка, авиабилет, отель, запись на подачу документов. Запись также производим мы. Сейчас она идет, буквально, на 2-3 дня вперед. И время там с 9.30 до 4 часов. То есть, мы сначала записываем наших клиентов, помогаем им с документами, подготавливаем, консультируем вообще полностью по пакету услуг, услуг по пакету документов и помогаем на подаче в визовом центре. Подать документы можно как и с сопровождающим человеком, так и самостоятельно. Там уже по удобству, по тому, как вам комфортнее, здесь тоже можно выбирать. Рассматривать визу сейчас около 4-5 рабочих дней. На какой срок ставят? Ну, примерно сейчас ставят от дат поездки. Ну, то есть, условно, могут под дату поездки поставить, а могут поставить, как и там на год, как и на три. Конечно, как бы это уже решение за консулом, но ставят неплохо сейчас греки. На что еще внимание следует обратить? Обычно греки не звонят, да, там, допустим, уточнить информацию, когда документы уже загружены в посольство, куда вам, куда летите, какой отель. Это происходит очень редко. То есть, там, пугаться звонков и, так скажем, внезапных, ну, можно не пугаться. То есть, они заняты очень-очень редко. В принципе, это вся информация сейчас по туристической визе. Еще раз повторюсь, если вам нужна будет помощь в оформлении, в получении туристической греческой визы, наши контакты находятся снизу под этим видео. Вы можете задать нам любой вопрос и получить всю необходимую помощь, как и от меня, так и от моих коллег. Мы поможем вам, ответим на все вопросы и откроем туристическую визу в Урецию. Пишите нам в директ, также по ссылке, которая под видео. На этом с вами буду прощаться. Еще раз повторюсь, меня зовут Василий. Увидимся с вами в следующих видео. Обращайтесь к нам, будем рады вам помочь. Всем пока!